Соловецкие острова для большинства созвучны прежде всего Соловецким монастырем. Довольно заброшенное место, а среди христианских паломников – значимое или даже сакральное. Этот монастырь также посещают первые лица страны, но нас как всегда интересуют следы древних технологий и самих строений. И такие артефакты здесь есть. Если не углубляться в виды оштукатуренных кирпичных стен монастыря осмотреть на стены и башни, сложенные из огромных булыжников, то появляются вопросы, как монахи смогли собрать такие огромные камни, перевести, а тем более их уложить. Что их на это сподвигло? И встает вопрос, а монахи ли вообще-то строили? Некоторые камни весом по 5-10 тонн. Мы собираем строение из более мелких камней. И большая часть монастыря, как в подтверждение, построена из немегалитов. Есть масштабное строительство на острове – это каналы между многочисленными озерами. Ширина их от 2 до 15 метров обложены булыжниками и крупными камнями. Через некоторые ранее были сделаны даже мосты с опорами из кирпича. Вообще странное сочетание крупных булыжников и кирпича. Кирпич явно был привозной, здесь нет глиняных карьеров для их производства. Оказывается, система каналов на острове – это что-то из области невозможного. Существует около 90 каналов, которые забирают воду из Святого озера и подают ее в монастырскую систему. Но они не открытые, а перекрыты многотонными гранитными блоками и сводами из бутового камня. Как только мы попадаем в канал, сразу бросаются в глаза разношерстные строительные материалы. На переднем плане кирпич, причем в воде лежит, а на заднем прямоугольные обработанные гранитные блоки. Гранит как минимум в два ряда высотой. Такое впечатление, что кирпичная кладка – это уже что-то позднее. Иначе по логике строители должны были выложить первые слои из граниты, а поверх положить кирпич. Часть гранитных блоков имеют очень ровные грани. Вообще эти фотографии вызывают диссонанс. Зачем так качественно обрабатывать гранитные блоки и использовать тут же простой бутовый камень, даже без малейшего намека на обработку. Впечатление такое, что строители использовали остатки от чего-то более древнего для своих нужд прокладки водоснабжения. Или использовали блоки от более древнего строения или восстанавливали этот канал водопропуск. Возможно, когда-то раньше это был просто открытый канал, обложенный по берегам гранитом. Но чтобы он не так быстро замерзал, его накрыли каменными сводами во времена строительства монастыря. Скорее всего, это помогало пользоваться водой до глубокой зимы. Очень маловероятно, что сами монахи резали и обрабатывали гранит вручную. Ведь именно так нам объясняет официальная археология – добывали гранит, обрабатывали его, шлифовали, а потом эти многотонные или многосоттонные блоки перетаскивали и устанавливали куда нужно. И даже для того, чтобы положить эти блоки под воду, где их не будет видно, не было никакой необходимости их шлифовать и обрабатывать. Получается самое логичное объяснение, что монахи восстанавливали более древнюю систему. Также оказывается, есть место, где качественная гранитная кладка из многотонных блоков выходит на поверхность. Высокотехнологичная кладка соседствует с кладкой из бутового камня, хоть и крупного. На фоне всех строений, включая крепость и монастырь из кирпича, эта кладка выглядит как минимум нелогичный. О таком уровне обработки гранита монахами информации нет, а монастырь по официальной истории построили именно монахи во главе со святителем Филиппом в период в 1420-е годы, по современному летоисчислению. Такие же качественные блоки использованы и в Соловецком сухом доке. Если было бы возможно привезти эти массивные блоки, то откуда? На острове нет масштабных каменоломен. Так подумать вообще, зачем нужно было представителям православной церкви, пусть даже еще до раскола, забираться на этот глухой остров и основывать там монастырь? Неофициально можно было бы выдвинуть версию, что это остатки какого-нибудь древнего технологического комплекса, разрушенного катаклизмами средних веков. Монастырь там поставлен совсем не случайно и имеет как минимум сакральное значение. Само место может обладать сильнейшей энергетикой и т.д. Ну а если официально, то его расположение только лишь порождает вопросы без ответа. Например, зачем выбирать такое глухое место, если бы там был хотя бы промысел соли? Если это была крепость, то от кого? Почему ее возвели с южной стороны острова, а не с северной для охраны подходов к Архангельску? А вот, например, мало кто знает такой древний карьер в Китае, как Яншанский. А между тем, там самые большие мегалиты в мире. Этот карьер находится рядом с городом Нанкин. Последние каменные выработки в этом карьере по официальной истории относятся к 15 веку. Почему добыча камня была прекращена и почему оставили эти огромные мегалиты, неизвестно. В карьере в двух местах находятся три огромных мегалита. Приведены их примерные характеристики и сравнение с блоком самого большого, как считается, блока в Баальбеке. Карьер находится на горе Яншань, которая имеет высоту 140 метров. Масса каждого – тысячи тонн. Вот вид с высоты на мегалиты в карьере. Порода этого карьера – известняк. Достаточно простая в обработке. Вероятно, образована выходами подземных минеральных вод с примесями других минералов, как, к примеру, в Памуккале в Турции. На стенах в карьере видны следы выцарапывания породы. Но, так сказать, эти полосы не параллельные, как при масштабной обработке от зубьев фрезы, а хаотичные. Поэтому историки здесь загадки не видят – все это делалось вручную. Удивительно еще то, что за столетия эти следы не съела эрозия. В известковых породах это происходит быстро. Каменные массы отделяли от основания, но так до конца работы и не довели. Бросили, свернули. Поскольку стало понятно, что целиком такие массы не переместить – это как версия. Либо что-то помешало доделать работы. Да и вообще, как можно было не понимать, что такие массы переместить было бы невозможно. Вот здесь фотографии, сделанные с высоты, видно, как в карьере выбран большой объем породы. Но где этот объем каменных сооружений в окрестности? Их нет. Исследователи в ЛАИ подсчитали, что только в одной части карьера поместится 13 примерного размера мегалитов, сопоставимых одним из там находящихся. В мавзолее Сяолинь можно встретить статуи из этой же породы. Тут мы опять двигаем версию, что выбирали еще пластичный объем. Но в сумме он все равно не набирает тот, что выбран из карьера. Цифры здесь явно не сходятся. Здесь логично предположение, что из этого карьера строительный материал развозили далеко за сотни километров. Вообще-то нет логики в том, чтобы вырубать огромные мегалиты, непонятно, как их потом перемещать и использовать в строениях именно вот такими размерами. Да, в основании можно уложить блоки побольше, как наши блоки ФБС, а выше уже строй из более мелкого штучного материала. Похоже, что вырезать блоки в этом карьере могли как бы из сухой глины или пластилина. Если в примерах из Перу многие исследователи приходят к такому выводу естественным образом, то что нам мешает здесь сделать такой вывод? Выходы геобетона были по всей планете и это уже факт. И непонятно, почему он умалчивается официальной истории. Еще версия, куда все эти породы сейчас делись, они находятся под слоем глины в окрестностях карьера, потому что это был допотопный карьер. Его вырабатывали до катаклизма или между его этапами. Как и гроты Лангью, карьер в городе Яньшань – результат какой-то масштабной древней деятельности. Вероятно, что этот регион меньше затронули геотектонические процессы и следы выработок остались для обозрения. К сожалению, историки – это не инженеры и не технологи. И они не видят в таких каменных карьерах технологических процессов. К слову об Альбеке. В южной части каменоломни находится огромный блок весом 900 тонн, как известно. Не так давно здесь провели раскопки и обнаружили, что под ними расположены еще такие же по размерам блоки. На поверхности в западной части каменоломни лежит еще один огромный блок со следами обработки. Его масса – 1100 тонн. Для чего вырезали именно такие огромные объемы, почему не делали блоки поменьше? И в данном случае похоже, что их точно перемещали, потому что в основании стены Баальбека находятся такие вот трилитоны. Видимо, проблем тогда с перемещением мегалитов как-то и не было. Найденные блоки в карьере говорят о том, что здесь все-таки велось какое-то строительство, и оно было не завершено. Если мы посмотрим Баальбек сверху, то обнаружим еще загадки. Это и огромные блоки по 800 тонн в основании внешних стен и назначение столь масштабного объекта. Хотя официальное объяснение простое – это храмовый комплекс. С высоты видно, что внутри должно находиться больше обломков строительного материала и блоков. Возможно, за последующие века после катастрофы их растащили местные жители. Но почему-то уцелел храм Бахуса в углу комплекса, а вот от храма солнца ничего не осталось. Интересен материал, из которого построен комплекс. В местах, где он разрушается, похож на некачественный бетон или брекчию. Это буквально слабоскрепленный щебень. Тогда логичнее предположить, что блоки массой 800 тонн отлили на месте. А вот так можно посмотреть на схеме, как выглядел комплекс по представлениям археологов. Также на острове Пасха, коренное название Рапануи, находятся не только всем известные истуканы, которые рекламируются, но есть и небольшие мегалитические платформы. Это район Винапу на острове. И там сохранились остатки трех платформ. Стена Аху-Тахира один в один, как стены инков в Перу. Строители применили такой же точный прием вставки небольшого блока, как шпонка. Швы отсутствуют. Из-за этого сходства исследователи считают, что остров каким-то образом мог контактировать с южноамериканским континентом. Но, как мы сейчас знаем, была единая общая цивилизация, и контактировали они с любыми континентами без проблем. Вот еще интересный факт – это уровень грунта, на который засыпаны истуканы. Это не делали специально, поскольку под землей на истуканах видны орнаменты. Предположительно, это произошло во время извержения вулканов, которые расположены на острове. Вероятно, тогда катастрофа и пресекла жизнь на Рапануе. Вот еще очень интересная форма блоков в верхнем храме Третьей пирамиды у пирамиды Менкаура в Гизе и блоков в Эфесе, Турция. Там и там присутствует каемка, которую якобы оставили при выравнивании грани. И как бы, будучи строителями, мы не смотрели на это, мы видим следы от опалубки. Когда блоки были пластичные, к ним прикладывали площадку и вибрировали. Шов между блоками смыкался, но часть материала выдавливалась над виброплощадкой. Только разница в том, что в Гизе это имитация гранита, а в Эфесе – мрамора. Такой технологии дали термин пластилиновая. Конечно, официально пытаются объяснить, что это делали вручную, но было бы проще и логичнее обосновать это формовкой блоков. У побережья Сирии в трех километрах от города Тартос расположен небольшой, но густонаселенный остров Арват. На нем сохранилась часть стены из мегалитических блоков. Предположительно, это крепостные стены, окружающие остров. Однако, куда же исчезли остальные блоки? В истории любят писать про разрушение завоевателей. Но трудно себе представить разрушение такой стены аборигенами, как и ее же строительство. Ведь на остров такие огромные блоки на кораблях не доставить. Стену могли, конечно, разрушить огромные цунами, но землетрясениями такое разрушение не объяснить. Вот еще версия – из этой стены местные жители строили дома, в течение сотен лет распиливая блоки на более мелкие. Она, конечно, вероятна, но тут нужно исследовать и смотреть, насколько прочные эти камни. Кто же мог оперировать такими массами? В мире достаточно много примеров скал останцев и простых камней, где отдельные камни создают единую устойчивую конструкцию. Такое впечатление, что это игра великанов. Официально эта эрозия, стачивая породу, случайно образовывала такие виды. Еще один яркий пример балансирования вот этих камней – каменные грибы. Их шляпы тоже пока устойчиво балансируют на ножках. Но сколько камней вообще могут простоять в таких конструкциях? 10, 50, 100 лет? Как это вообще может держаться, противостоять ветрам и даже землетрясениям, которые бывают на этих территориях? Ведь явно эти причудливые камни, лежащие одним на другим, очень неустойчивы. Этот карточный идол обязательно должен рухнуть, но нет, они стоят? Также интересны останцы, многие из которых сохранили свое вертикальное положение. И непонятно, сколько по времени они уже так стоят. Наша официальная геология датирует их образование сотни миллионов лет назад. Геологи вообще любят оперировать этими миллионами лет, когда последний планетарный глобальный катаклизм был-то всего несколько сотен лет назад, о котором они ничего не знают. Балансирующие камни, как правило, такие останцы находятся в труднодоступных местах, куда добираются только любители таких видов. И это мы видим только те камни, которые до сих пор балансируют. А сколько их было до этого и сколько разрушилось, нам неизвестно. Ергаки. Этот камень, пожалуй, самый известный по запросу в поисковиках висящие камни. Ергаки в летний период популярны у туристов места. Как мы видим, это просто невероятно. Также есть примеры, когда балансирующие камни составляют люди. Оказывается, в штате Техас даже существует международное соревнование по созданию балансирующих камней. Разумеется, размер этих камней соответствует размеру современного человека. Вот балансирующие камни, которые устанавливает индеец Билдан, живущий в Сан-Франциско, поначалу думая, что они чем-то скреплены. Так можно было бы сделать, если нанизать их на трубу или зацементировать. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что это и есть балансирующие камни. Этот столбик оставили туристы, причем их не разрушает сильный ветер. Разрушить может только шторм или волна прибоя. Из этих примеров видно, что в этих чудесах нет ничего такого необычного, что нельзя объяснить или сделать. Проблема лишь только в том, что приведенные размеры до этого никак не соответствуют размерам нашего человека или возможности высоко в горах создать такие конструкции. На канале есть видео, как правильно расшифровывать библейские иллюстрации без мистики и религиозных предубеждений. Вернемся к Соловецкому монастырю и на его примере постараемся найти ответы на наши вопросы. Сверху видим Господь. Это хозяин Земли, власть которого поддерживается космическим флотом. Ангелы с крылышками – это пилоты кораблей, десантники и разнообразные службы по управлению колонии. На ступеньку ниже – это наместники на Земле из числа людей или гигантов. Ну и таких примеров вообще в библейских иллюстрациях очень много, мы это рассматривали. Вот такой простой ответ на сложный вопрос, каким образом громадные глыбы были использованы при строительстве всех этих храмов и сооружений. Ну и вывод здесь простой, что Соловецкие монастыри – это аналог горы Синай, откуда стартовала экспансия библейского проекта на Земле. Надо полагать, подобные события случились во множестве в самых разных частях света, в одно время, и потом истории были раскиданы в столетиях и тысячелетиях. Вот еще один интересный момент – на некоторых иллюстрациях указаны несколько античных храмов или что-то вроде того, а на более поздних иллюстрациях они отсутствуют. Как вариант, это были какие-то атмосферные подстанции, разрушенные потом за ненадобностью. Также в истории монастыря есть много интересных фактов, например, такой, как атака англичан на монастырь. Наверное, отсюда и делался вывод, что это был форпост. Что англичане этим хотели достигнуть? Может быть, захватить пункт взаимодействия со структурами хозяина Земли? Как нам известно, соревновательный момент хозяинам всегда поощряется. В конечном итоге, с некоторых пор именно англосаксы являются главными блюстителями библейского миропорядка. Если хорошенько подумать, повспоминать, то можно понять, в какой исторический момент это было достигнуто. Вероятно, Соловецкие монастыри перестали выполнять эту роль, когда Гиперборея и Сибирь обезлюдили, но и по сей день продолжают являться местом массового паломничества верующих, в надежде, что те славные времена снова вернутся и Соловецкий монастырь станет снова тем, для чего и был воздвигнут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok